так доброе утро всем hello из святого города иерусалима шалом hello и шалом это однокоренные слова hello шалом это теперь понятно откуда взялось hello от слова шалом вряд ли шалом взялась от клуба потому что когда когда уже был иерусалим и говорили шалом шалом алых арабий это было еще тысячи лет назад еще не было слово hello но видно что они из одного корня хорошо так собираться нас основные основные участники изучения мудрости царя свобода на и шломал яков шатанин и в день и шарапов лефименко алик чудиевич марина шувалова шалом все всем шалом вера перлина шалом вот марина шувалова иринка нететенка о аня привет все и мы продолжаем изучать 20 сегодня мы заканчиваем 29 главу уже 29 главу мы заканчиваем и сегодня у нас отрывок отрывок 24 24 отрывок значит он звучит так он звучит так значит холек им ганав сын и на все алла и шма вы найдет переводится этот отрывок так холек им ганав а то есть халаким хелек 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 это доля значит тот кто входит в долю с вором сон и на все такой человек он ненавидит свою душу а только услышится это и не сказал и не скажет здесь как бы в этом коротком вот коротком отрывке сложена целая такая детективная история есть кто-то кто ворует кто-то есть люди причем очень есть такая профессия профессиональные воры то есть люди которые там украл чуть-чуть случайно время у кого-то украл денег чуть украл не где-то не додал где-то все то есть рубам бы гэзель это в талмуде сказано что большинство людей где-то как-то они замешаны в грабеже даже такие те люди которые называются ну называются и прям и уверены про себя что честные и все но где-то ты все время чуть-чуть не додал знаете есть финансовые споры имущественные споры человек думает что он прав но может он и не прав но мы сейчас про таких не говорим мы сейчас говорим про тех кто холек им ганав сонена вшот тот кто вошел в долю с вором то такой человек он ненавидит свою душу то есть мы знаем что воровство бог сказал не ворует а знают все с детства что кража чужого имущества тайное присвоение чужого имущества называется кража она запрещена законами всех стран она запрещена божественными законами всех даже интерпретации авраамических религий да то есть и мусульманство и христианство и тора иудаизма там где это все в таком чистом виде запрещают воровство а если человек не ворует сам а он скупает краденое или он например живет с тем кто ворует и пользуются плодами его труда например да то есть как быть с такими людьми а значит по закону по закону уголовному кодексу такие люди тоже являются соучастниками преступления а что нам тора говорит по этому поводу если человек знает что другой украл и об этом не говорит значит нам говорится в двадцать четвертом отрывке двадцать девятой главы тот кто с ним в долю входит с газ с этим ганавом с вором он ненавидит свою душу то есть он этим самым делает себе вред и ущерб эля ишма влюадит а только это все услышится а он не скажет значит смотрите потом поймают этого вора потом его например вызовут суд свидетелем в суде и скажет ему ну что скажут где ты был такого-то числа такого-то числа или там и так далее то есть и он уже будет чтобы делать он будет уже свидетельствовать и так далее то есть как только ты входишь в хоть какое-то соприкосновение с явным злом то все это уже как запачкался запах питался и где она на тебя где она тебе скажется очень очень как бы непонятно вот я несколько раз встречал ситуацию когда например один человек поступал неправильно по отношению к другому в финансовом плане и те кто его поддерживали потом страдали от этого да то есть это есть ну как бы очень часто можно посмотреть как цепочки прям целые цепочки сыпятся тех которые просто они соприкасались со злом впервые вот это сказано сказал есть такой значит шума они шмая раби ушо бен прахи и не тарбили не тарбили он говорил архек миша хэн ра отдались от плохого соседа в альте тхаберли раша нет соединяйся со злодеем и комментаторы говорят даже в хорошем деле даже в хорошем деле нельзя со злодеем соединяться вальте тешми на поранут и тогда тебе не придется отчаиваться от расплаты или в другое понимание не отчаивайся от расплаты знаешь что расплата придет просто не история ты не должен быть рядом с ним то есть от любого зла нужно отдалиться очень сильно да теперь дальше я помню на меня вот на всю жизнь для меня это олицетворяется одна история из моего спортивного прошлого когда я шел я шел на хтс районах хтс где был спорт интернат стадион и я шел и шли мне навстречу два парня из спорт интерната один борец один гонбалист и с ними один такой вот бандит с детства до такой малолетний преступник и они меня позвали они шли пить пиво а я говорю я не пойду мне вот этот именно преступник этот он вызвал у меня прямо отвращение да такое прям я не мог это было такое знаете есть вот люди олицетворенное зло такой садиста ну прям есть плохие люди я знать сказал я с вами не пойду из-за него они там пошли пить пиво познакомились с каким-то парнем который тоже не учил мишли и поэтому он хвастался что у него дома есть деньги он напился богатый такой но был из богатой обеспеченной семьи пьяный они потом пошли к нему домой и потом вот этот вот бандит он его ножом начал пугать чтобы забрать у него деньги то деньги не отдавал тоже и в общем в итоге он его убил на крите вызвали соседи милицию значит на вызвали милицию соседи на крите и что они все убежали их потом поймали и посадили там на 10 лет за убийство потому что вот этот вот человек который которые которого они убили он был родственник генерала милиции еще плюс оказалось и все их по полной программе не за какие деньги там ничего то есть именно наказание было по полной программе вот тебе и смотрите да то есть тот кто находится рядом со злом это яркий пример такой эти два парня не убивали спортсмены убивал тот но они вся жизнь была испорчена почему находились рядом со злом хорошо 25 отрывок 25 отрывок звучит так хэрдат адам и тэн макэш значит тревога человека создает ему препятствие тревога человека создает ему препятствие у бутэх башем и сугав значит будет защищен тот кто полагается на бога будет защищен значит а как же это противоречие до этого мы учили что ашры аишми фахет тамид сейчас ли человек который все время боится а тут мы говорим что тревога человека дает ему препятствие и бутэх башем и сугав а тот кто полагается на бога будет будет защищен вот здесь есть очень два таких а отдельных как отдельных процесса внутри человека первая исходная предпосылка будущего никто не знает никто не знает будущее это мы учили в каэлите в экклезиасте что будущее человека не знает никто если кто-то тебе говорит что он знает твое будущее спроси его что у него за спиной и он тебя спросит под подскажи мне не знаю что мне за спиной а будущее тебе он твое предсказывает то есть будущее никто не знает его человек он смотрит свое будущее и думает как же мне быть обычный человек он боится он волнуется он боится а вдруг будет так а вдруг будет так а вдруг будет так и этот страх вот здесь написано он создает человеку препятствия а почему он создает человеку препятствия знаете потому что все что человек думает она имеет силу и он как бы своими мыслями придумывая себе препятствия он как будто бы эти препятствия создает теперь то есть страх что будет он бессмысленный а когда говорится что счастлив человек боящийся постоянно имеется ввиду что он боится что он сейчас нарушает волю всевышнего не выполняет какие-то заповеди и он боится что за счет этого он снимет себя защиту бога то есть идея такая что когда у тебя с богом прекрасные отношения тебе вообще нечего бояться ты можешь заходить в огненную печь и переезжать другую страну начинать любое дело то есть ты не должен думать что будет у тебя есть главная мысль это надо бояться нарушить волю бога вот этот страх и рад шамаем страх перед богом он страх который полезный то есть ты все свои страхи собираешь в один пучок и весь этот страх направляешь на то чтобы я боюсь нарушить богу волю бога дальше этот страх он тебя заставляет здесь и сейчас выполнять заповеди быть ну то это же просто на самом деле тут встал утром по одел твилин помолился бросил вздоху денежку опять помолился опять значит сказал благословение перед чем-то опять помолился и ты все время с богом усиливаешь свою связь и ты как бы набираешь депозит этому помог тому помог доброе дело то получил чуть-чуть тору 20 минут позанимался то есть ты боишься только одного в этом мире нарушить волю бога все остальное это бояться не должен весь остальной страх он является препятствием препятствием для чего для нормального рационального мышления страх остальной является препятствием для хорошего здоровья страх остальной создает то чего ты боишься и страх остальной запрещен есть только один страх разрешенный бояться бога все остальные страхи запрещены, все остальное, это наоборот является преступлением по отношению к Богу, потому что, когда ты на Него не полагаешься, то ты создаешь ту реальность, в которой Он говорит, а как, что, ты на меня не полагаешься, ты считаешь, что я тебе не должен помогать, почему ты во мне сомневаешься. Понятно? Поэтому тогда все хорошо складывается у нас 25-й отрывок. Хердат Адам. Харада – это тревога человека и Тен Мокеш. Она создает ему препятствия. Убутех Баашем тот, кто полагается на Бога, уверен Боди, Исуга, он будет защищен. Это мы много учили. Третья, четвертая глава, там было, например, такое, что Ашрей Агевер Ашербутех Баашем Ви Ашем Мефтахот. Счастлив человек, который полагается на Бога, и Бог будет его обеспечивать, сохранять. Птах Баашем Беколи Беха Валь Бенат Халь Тишейн. Положись на Бога всем своим сердцем и на свою Бенур логику не полагается. То есть, тот, кому прет, ему прет. Кому не прет, ему не прет. Боишься ты, не боишься, оно тебе ничего не помогает. А чтобы тебе везло, нужно полагаться на Бога. Все. 26-й отрывок. 26-й отрывок. Он такой. Рабим мивакшим пнеймошей. Многие просят дословное лицо правителя. Многие просят лицо правителя. Многие пытаются пробиться там к Зеленскому. Сейчас все вспомнили про свою дружбу с Зеленским, например. Знаете, как? Есть такой анекдот, что там Иван Петров, он никогда не думал, что у него есть столько любящих родственников и друзей. Он не знал даже, что у него столько людей, которые хотят с ним встретиться. До какого момента он этого не знал, пока не купил себе виллу в Испании. Как он купил виллу в Испании, сразу объявили все его друзья, родственники, знакомые, которые вдруг захотели с ним встретиться. Здесь то же самое. Когда человек становится мошель, правитель. Рабим мивакшим пнеймошель. Многие пытаются с ним встретиться, получить его благосклонность и так далее. Но продолжает царь Соломон, который был правитель, правитель. Он говорит, говорит, он говорит, но от Бога суть человека. Вы что думаете, что Бог может вас, вот этот мошель, правитель, может вас спасти или наказать? Нет, все от Бога. То есть вы не туда полагаете свою силу. Есть известное, мы произносим часто в псалмах, царь Давид говорит, говорил это из псалмов, альтихтифтыхубы надевим. Не полагайтесь на, надевим это благодетель. На человека не полагайтесь, нет от него спасения. ТЦ Рухо выйдет из него дух. Яшу в Леадмато вернется он в землю. Байо Мау, Авду и Штаната. В этот день потеряются все, кто на него полагались. Вот все, кто строили свой бизнес, свои отношения вокруг Януковича, да, все, кто полагались на то, что они защищены, перезащищены, все, они, нет Януковича, нет защиты. Те, кто полагались на Порошенко, сейчас не будет Порошенко, не будет защиты. А те, кто полагались на Бога и не полагались ни на кого из правителей, полагались на то, что написано в Кертьевод, что Ауза и Римбы решут, будьте осторожны с властями. Шен Микарвин Лоли Адам, что они приближают человека, только лицорах Ацман, только для своей пользы. Нераин Каавин Бешат Аннатан, они выглядят как любящие, когда им от человека есть польза. Ве Энум Дим Лоли Адам Бешат Дехако, и никогда они не будут поддерживать человека, когда человеку будет плохо. Понятно? Хорошо, так, значит, 26-й отрывок, что нам говорит, что многие, просто открывает ситуацию, многие просят лица властителя, как бы хотят с ним расположения, но от Бога, Мешпатыр, но от Бога суд над человеком. И последний отрывок в 29-й главе, мы заканчиваем 29-ю главу, отрывком Татим. Туават Садитим Ишавель, мерзость для праведников, человек грешник. Ветуават Раша Ешардерах, и точно так же мерзость для злодея, человек прямого пути. То есть, мир разделен на добро и зло. Так оно и есть. То есть, вернее, он не совсем, оно все перемешано, но есть конкретное добро, есть конкретное зло. И вот, я вспоминаю одну историю, там один человек, он рассказывал, что вот, значит, я как-то, он говорил, я плохо поступил в какой-то ситуации, и мне было так плохо на душе, но потом я открыл Оша и прочитал фразу, нет добра и нет зла, все типа одно и то же, и все. И он говорит, мне стало легче. То есть, в чем идея? Что есть добро и зло. Бог сказал, что красть, это запрещено, это зло. А там, одевать филин, это добро. Или молиться, это добро. Или благословлять Бога, это добро. Или делать добрые дела, это добро. Теперь есть добро, есть зло, все очень четко разделено. Теперь человек, который не хочет идти по пути добра, у него есть два варианта. Первый вариант, он говорит, да, добро остается добром, я нарушаю. Я нарушаю, и у такого человека есть возможность вернуться к добру. Есть второй вариант, он говорит, а кто сказал, что это добро? Кто такой Бог вообще? Нету Бога, я ничего этого не знаю. И он все начинает смешивать. Это вот это вот дерево познания добра и зла, который был грех первого человека. Есть добро, есть зло. Бог установил правила. Теперь есть Оши, Карла Маркса, который, Карл Маркс сказал, грабеж давай узаконим, мы будем его всех все заберем. Есть Фрейд, который сказал, давай разврат узаконим и все разрешим. Есть Оша, который вообще говорит, давай все узаконим и вообще уберем государство, законы там и все такое, да? И там у него было 20 тысяч учениц, которые сделали себе, себе сделали бесплодие, да? То есть он просто ломал все, что вообще можно было сломать. Это Тоша. Но опять же, если человек входит вот в эту путаницу, да, мысли чужих людей, тогда он никогда из нее не вылезет. Это просто пустота, это такая, ну, в жизнь паутине. Или человек говорит, секундочку, есть Бог, Бог один. Он установил добро, зло. Вот 10 заповедей, значит, хотя бы 10 заповедей, это основа. Я буду идти по заповедям. Все. Вот это простой, понятный путь, по которому мы идем. Значит, всем желаю идти по заповедям Бога, изучать Тору, идти по заповедям Бога и бояться только одного. Не боимся никого, кроме Бога одного. Значит, бояться надо только Бога и полагаться на Бога, который из всего остального вытащит, из любой ситуации вытащит, все будет хорошо. Все. Значит, ставьте лайки на урок, делитесь уроком, делитесь. Уже на Ваикре 8300 человек, подписчиков, значит, мы развиваемся очень сильно. С Божьей помощью уже скоро будет 100 тысяч, совсем осталось немного, 93 тысячи всего, поэтому вам хорошего дня и благословений во всех хороших делах. Все. Жду ваши выводы. Давайте, сделайте три вывода. Обязательно три вывода. Для меня вывод первый. Бояться только Бога и полагаться на Бога. Второй вывод. От зла отдаляться всеми возможными способами вообще никакой связи. И третий вывод какой, что понимать, что для зла праведные люди, они тоже являются раздражителем и не обижаться на злодеев. Не обижаться, но отдаляться. Все. Удачи, успехов. Всем пока. Все. Субтитры создавал DimaTorzok